Здравствуйте, уважаемые друзья. С Вами я Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук и в этом видеоподкасте рассмотрим вопросы правильного кормления щенков. Очень часто я получаю вопросы именно по этой теме. Вопросы самые разные. А можно эти продукты давать щенку? Или наоборот, а этот продукт не повредит моему щенку? А не перекармливаю ли я своего щенка? А то он выглядит как-то постоянно голодным. Причем зачастую так бывает, что ответ лежит на поверхности и владелец его в принципе сам должен знать или мог бы легко догадаться. Но люди все равно перестраховываются и хотят услышать однозначный утвердительный ответ от специалиста. Мне понятна природа таких вопросов и я с большим пониманием к ним отношусь. Все дело в том, что очень многие люди мечтают иметь собаку. Причем на реализацию этой мечты у многих ходят годы, а то и десятки лет. Да-да, и такие случаи бывают. И вот мечта осуществилась. И эта мечта уже бегает вокруг новоиспеченного владельца, виляет хвостом и требует заботы, ухода и, конечно же, определенных знаний. Причем очень многие знают, каким негативным последствием может привести нехватка знаний по уходу и кормлению щенка. И вот в этой ситуации и появляется масса всевозможных вопросов и, конечно же, страхов. Иногда обоснованных, а иногда и просто надуманных. Поэтому этот ролик предназначен для тех владельцев, которые впервые приобрели собаку и хотят очень быстро получить такие знания, которые бы уберегли их от досадных ошибок и рассеяли все страхи. Женщины, у которых есть дети, мне поймут сразу. Мужчины тоже поймут, но чуть-чуть позже, после женщин. Я это говорю, как человек, который растил и детей, и собак с кошками. Так вот, исходя из моего опыта, детей растить все равно намного сложнее. В этом случае я имею ввиду только аспекты кормления детей, ничего больше. Итак, что же надо знать, чтобы правильно кормить щенка и не допускать ошибок? 1. Необходимо исключать из рациона щенка все запрещенные для него продукты, так как именно они ведут ко всяким расстройствам пищеварения, а иногда и к отравлениям. 2. Перечислять эти продукты нет смысла. Их перечень очень большой. Самое главное, поймите принцип и вы потом никогда не будете спрашивать, а этот продукт можно давать щенку, а вот этот? Давайте обратимся к истокам. Чем питались предки наших собак в дикой природе? Какими-то млекопитающими, которых могли поймать и которых могли одолеть схватки? Например, это могли быть какие-то ежики, зайцы или даже косули. Так вот, возьмите зайца за условный идеал пищи для собак. И когда возникает вопрос, а можно ли собакам давать копченую колбасу со специями? Сразу представьте себе зайца и попробуйте отыскать в нем такую колбасу. Нет в зайце копченой колбасы, как и нет в нем черного шоколада и прочих экзотических фруктов. И нет в зайце много чего другого, что находится в перечне продуктов, запрещенный для щенков. Как видим, все очень просто и не надо запоминать длинного перечня вредных для щенков продуктов. Второе. Рацион щенка должен иметь соответствующее соотношение. Не забывайте, что собака это плотоядное животное. И если хотите, чтобы щенок вырос крепким и здоровым, то мясо в его рационе должно быть от 40 до 60%, каши должны составлять от 30 до 40% и овощи процентов 10. Под мясом я имею ввиду белковую пищу, то есть вы можете мясо заменять другой белковой пищей, например, нежирным творогом, нежирными сортами морской рыбы, иногда можно давать куриное яйцо. Щенкам можно давать и молоко, оно у них еще хорошо переваривается, в отличии от взрослых собак. Таким образом вы разнообразите рацион щенка и улучшите качество витаминного и аминокислотного состава рациона. Все продукты должны быть свежими. Это аксиома. Очень осторожно относимся к соли в рационе щенка, исключаем жирные продукты. Я не буду сейчас больше останавливаться на выборе продуктов, тем более, что на эту тему у меня уже есть выложенное видео. Третье. Не перекармливайте щенка. Помните, что суточный объем пищи в среднем составляет 5-7% от веса щенка и соблюдайте кратность кормления щенка. В двухмесячном возрасте щенка кормят 5-6 раз в сутки, а с полугодового возраста около 2-3 раз в сутки. Четвертое. Обязательно при кормлении и не только при кормлении, а постоянно у щенка должна быть миска со свежей водой. Да, еще момент. Давайте поставим это пятым пунктом. За кормление щенка должен отвечать только один человек. Никогда не позволяйте другим членам семьи подкармливать щенка или давать какие-то лакомства. Хозяин должен быть один. Итак, суммируем. Не даем щенку запрещенные продукты. Составляем рацион по структуре компонентов мясо, каша, овощи. Даем только свежие продукты. Очень осторожно относимся к соли в рационе щенка, исключаем жирные продукты. Не перекармливаем щенка. Обязательно следим за постоянным наличием чистой воды. И последнее. За кормление щенка отвечает только один человек. И еще запомните, что зачастую люди попадают на прием к ветеринарному врачу со всевозможными расстройствами пищеварения у собаки не потому, что они чего-то не знали, а в результате очень сильного желания сделать щенку хорошо и еще лучше. Например, дать какой-то кусочек колбаски или какого-то другого лакомства, лакомство с точки зрения человека. Не делайте этого. Лучшая награда для щенка это Ваше внимание и забота. Если будете придерживаться этих простых принципов, то Вы никогда не сделайте плохо для здоровья своему щенку, даже не обладая какими-то специальными знаниями в кормлении щенков. А у ветеринарного врача Вы будете появляться только для получения консультаций, а не по несчастью. Поэтому запомните все вышеперечисленные мной ключевые моменты кормления щенков. А они, как видим, очень просты и понятны. И тогда гоните прочь все страхи и неуверенности, что Вы что-то сделаете не так. Эти ключевые моменты надежная защита от любой неопытности, так что не бойтесь. Главное, придерживайтесь этих правил и все будет хорошо. Правильность кормления щенка должны подтверждать его хорошая физическая форма, активность и жизнерадостность, а также правильная консистенция стула. Если у кого-то есть другие наработки, то милости прошу, поделитесь ими в комментариях. Но мои подходы работают, неоднократно проверено практикой. А пока всего Вам доброго, здоровья Вам и Вашим любимцам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч.